Майдаковский завод в Палихском районе предприятие градообразующее. Из глубоко убыточного состояния весной этого года литейно-механическое производство вытащило его самый крупный клиент. С приходом нового руководства началась новая жизнь. Губернатор лично оценил перемены. Честно говоря, когда был первый раз на производстве, это кажется было полтора года назад, такое было настроение тяжелое. И предыдущее руководство, к сожалению, не видело перспектив никаких развитий, так скорее были в напряжении. Коллеги, наши ребята из Иваново приобрели это предприятие, посмотрите, выручка растет. Я знаю, сейчас поговорили мы, может это коммерческая тайна, они сами скажут, но они подняли зарплату рабочим, это важно. Зарплату действительно подняли. Среднее по заводу сейчас более 26 тысяч рублей. Возможно, это стало с увеличением оборота почти в два раза и выходом на прибыль. Что касаемо продукции, новая команда уходит от полуфабриката. Договоры стараются заключать с конечным потребителем. Сейчас пробуют себя в заготовлении посуды, но пока основных направлений два. Спорт-инвентарь и изделия для нужд РЖД. Конкретно спорт-инвентарь начали делать в больших объемах, значит, для, ну, может быть, знаете, декатлон магазина, то есть спорт-инвентарь, спорт-мастер, то есть гири, гантели, диски, вернее диски, как они, блины для штанг. Потом, что для железной дороги, сейчас заключили договора с Тихвинским вагоностроительным на поставку конечной продукции, это прибор разгрузки будет и поршня пневмоцилиндров, то есть это готовый продукт, там уже себестоимость у него, вернее, не себестоимость, а конечная стоимость гораздо выше, чем у полуфабриката. Чтобы расширить ассортимент, приходится постоянно инвестировать в оборудование, пока справляются своими средствами. Кредиты не привлекают. В перспективе расширения производства. У нас цех-то есть, мы хотим его реанимировать. Есть старая котельная, в принципе, ну, это называется котельная, хотя по факту там остались только стены, значит, крыша. Хотим ее переоборудовать под литейное производство, но чтобы установить, это уже будет третий литейный. Да, сейчас два, один механический, будет еще третий литейный, но для того, чтобы упустить его в эксплуатацию, нужны мощности для того, чтобы печки поставить. Также готовится к реализации большой проект по газогенерации. Майдаковскому заводу не хватает мощности, тогда, возможно, и потребуется помощь правительства.